Всем зловещего времени суток. Сегодня я расскажу вот про такое устройство Roland VT3. Roland VT3 это вокальный процессор. Он позволяет вам менять ваш голос, делать его похожим на голос робота. Или, например, на то, как будто вы говорите через мегафон. Или, например, на то, как будто вы общаетесь посредством рации, у вас все трещит, шипит и ничего не слышно. Или, например, как будто вы адская сатана. И еще некоторые другие эффекты, которые нам менее интересны, потому что наш обзор будет с позиции игрового стримера, с позиции человека, который, если вдруг кто не знает, играет в игрушки, транслирует все это в интернет, люди смотрят, радуются и так далее. Почему, собственно, нам полезны именно эти эффекты? Потому что игрушки это всегда мистика, всегда фантастика. Ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. И эффект робовойса, эффект демона, эффект мегафона — это как раз то, что надо для игрушек. Также я сконцентрирую свое внимание на тех вещах, которые не описаны в инструкции к этому устройству, либо же описаны очень плохо, либо же описаны почему-то не в инструкции, а в релиз ноутс к прошивке. И начнем, пожалуй, начнем с USB-выхода этого устройства. Да, устройство имеет USB-выход, его можно подключить к компьютеру. Там оно определится как обычное аудиоустройство. Драйвера, правда, нужно будет подкачать из Windows Update. И у этого аудиоустройства будет два входа и один выход. Вот. Зачем они нужны? Самое интересное — это, конечно, вход в байпас, in-байпас. Дело в том, что, когда вы играете, возможно, играете с своими тиммейтами, вы не хотите раздражать их своими спецэффектами. Вы общаетесь с ними в скайпе, в керсе, в тимспике и так далее. И вам нужно просто донести игровую обстановку. Если вы все время будете включать им свои RoboVoice, я думаю, их это очень быстро утомит. Так вот, этот in-байпас, из него записывается всегда чистый голос. Никаких эффектов, чтобы вы не делали на VT3. Это очень удобно. Вы просто выбираете этот in-байпас как communications device, и все ваши тиммейты всегда слышат чистый голос, необработанный. Со входа in обычного всегда идет обработанный голос. Это важно, потому что этот выход не реагирует на кнопочку bypass. Что бы вы там не делали, всегда идет обработанный голос. Выход out. Выход нужен для того, чтобы вы могли с компьютера воспроизводить некий аудиотрек. Этот аудиотрек будет микшироваться со звуком микрофона. В аналоговый выход в VT3 вы можете включить там, я не знаю, что микшер, или может быть вы просто включите его в линейный вход звуковой карты. Или же есть такая возможность. Вы можете отправить все, что выходит из аналогового выхода VT3, ему же обратно на вход, и таким образом все это записывать на компьютере. И, собственно, вы получите некий простенький микшер, который в состоянии смикшировать один-единственный стереоканал с вашего компьютера, плюс один-единственный микрофон. Микшер очень простенький, на VT3 нет раздельной регулировки громкости с USB, громкости микрофона. Вот, собственно, возвращаемся на камеру. И, наверное, на этом все про USB. Дальше перейдем еще не к эффектам, но к другим полезным, крайне полезным фишкам. Сейчас я замолкаю. И вы слышите гробовую тишину. Это связано с тем, что в прошивке 1.10 в VT3 появился noise gate. То есть как только уровень громкости падает ниже определенного уровня, микрофон отключается. Как только он вырастает выше определенного уровня, микрофон снова включается. И, в общем, реагирует он весьма быстро, весьма четко. И сейчас я это продемонстрирую. Уровень noise gate регулируется посредством удержания кнопочки bypass и вращения ручки переключения эффектов. Зажимаем и укручиваем его в ноль. И сразу слышно, что появился фоновый шум. Я молчу. А он шумит. Это шум из окна, шум компа и так далее. Возвращаем noise gate обратно. Вот так. Тут главное не переборщить, чтобы не начали теряться ваши же слова, если вы вдруг говорите тихо. Я даже не знал, что в нем есть такая фишка, когда покупал. Это оказалось приятным сюрпризом. Плюс, в принципе, в новой прошивке много нововведений, которые тоже не отражены в инструкции. Они связаны с бэкапом пресетов. Они связаны с тем, что, в принципе, появилась возможность отрегулировать уровень громкости на USB, но она такая очень-очень кривенькая, но в целом все равно нужно ознакомиться. Теперь, наверное, мы перейдем непосредственно к эффектам. Я покажу те эффекты, которые я уже успел накрутить для начала. Потом мы просто пройдемся по ручкам и посмотрим, что делает каждая из ручек. Итак, выбираем кнопочку пресет 1. Отключаем байпас и... Здравствуйте, я робот, робот, робот. Переключаемся на второй пресет. В эфире адская сатана, адская сатана с прямой трансляцией прямо из адского ада. Также, как видно, кнопочек с пресетами всего 3. Но на самом деле, и это тоже не описано в инструкции, но описано в релиз note к прошивке, В новой прошивке их сделали шесть Одновременно зажимая кнопочку manual И одну из трех кнопок пресетов Мы получаем доступ к еще трем пресетам Например А это еще один робот Реобот А это мой мегафон матюгальник Мать вашу к соваках дерьмо собачья Ну вот, как-то так Пресеты нужно крутить, естественно, настраивать под свой голос Я даже, наверное, еще недостаточно поэкспериментировал Я играю с него всего три дня Итак, теперь мы пройдемся по органам управления Что здесь нужно сказать в первую очередь О том, как путешествует ваш входной сигнал из микрофона По секциям на этом устройстве Итак, ваш входной сигнал с микрофона Сначала попадает вот Плохо видно Вот сюда Вот То есть это кнопочка робот Вот она Это ползунок pitch То есть регулятор тона На нем написано плюс-минус октава В нижнем положении минус октава В верхнем плюс Ползунок формант Как Google сообщил Формант По-русски форманта Это некая полоса В звуковом спектре голоса Которая позволяет нам, человекам Произносить разные гласные звуки А также эти гласные звуки узнавать При этом, как выяснилось, эти форманты Отличаются у мужчин и у женщин И в нижнем положении Как написано в инструкции Форманты меняются таким образом Чтобы делать голос более мужественным А верхним более женственным Такая вот штуковина Дальше у нас идет Ручка выбора эффекта Вот, хорошо видно, кажется, да Это, собственно, те самые Direct Пропуская сигнал, не модифицируя его AutoPitch 1 Некие автоматические Автоматические изменения тона AutoPitch 2 Еще одно изменение тона Классический его кодер Synth, Lead и Bass Эти три эффекта Полностью меняют ваш голос Они просто выбирают Некую частоту из вашего голоса И преобразуют ее В полностью синтетический звук Никакой речи при этом не остается Но зато получается звук Как в каком-нибудь теплом аналоговом Ламповом синтезаторе Эффект мегафона Эффект радио Эффект скеттер Позже покажу, что это такое Это эффект заклинившего буфера То есть, когда последний звук Начинает повторяться, повторяться, повторяться Все быстрее и быстрее Пока не затихнет В инструкции написано Что это такой звук Как будто что-то сломалось В хорошем смысле Они уточняют Ну что же Попробуем теперь просто покрутить ручки Возвращаемся в ручной режим Кнопочка Manual Да, я не сказал Еще о двух крутилках И индикаторе Ну, то есть, это Крутилка общей громкости Volume Это крутилка чувствительности микрофона Это просто индикатор пика Думаю, тут уже понятно Что он все время мигает Итак, мы Переходим в ручной режим Мы устанавливаем Pitch Formant на нолики То есть, они ничего не меняют Что я не сказал вот об этом Почему я об этом не сказал Скажу об этом сейчас Третья секция В которой проходит сигнал Это Баланс Dry-Wet То есть, это Баланс между чистым сигналом Вашим голосом И обработанным голосом Вы можете выбрать Вы можете сделать так, что Ваш голос чистый и неизмененный Будет слегка там подкрашен Да, выбранным эффектом И ползунок реверберации И вот сигнал проходит Из первой части Где Robot Pitch и Formant Он уже модифицирован Он проходит В секцию эффектов Она модифицирует его дополнительно После чего он проходит К последним двум ползункам Это баланс и реверберация И что же И все же поехали Отключаем Bypass У нас включена реверберация Давайте-ка мы ее заглушим И вот То есть, все эффекты у нас выключены Но у нас уже появился Какой-то странный призвук Да, так оно и есть Даже когда все эффекты отключены Он имеет место быть Мы начинаем играться с ползунками Ползунок, тона Ползунок, тона Ползунок, тона, тона, тона Ползунок, раз-два-три Раз-два-три, раз-два-три Ползунок Ползунок, формант Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Теперь пробуем все вместе Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Теперь мы уберем наш чистый голос полностью, оставим только модифицированный. Двигаем Mixed Balance. Раз, два, три. Раз, два, три. И мы как раз получили почти тот самый прекрасный эффект адской сатаны. Теперь мы прибавим немного реверберации. Реверберации. Раз, два, три. Раз. И вот, пожалуйста, сатана здесь получается лучше всего на мой вкус. Возвращаем крутилки, реверберацию убираем. Попробуем, что же делает кнопочка робот. 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 Вот так говорит обычный стандартный робот. Конечно же мы можем подвигать Pitch Eformant, сделать его более брутальным роботом. Роботом. Или же писклявым роботом. Вот это чем-то смахивает на Гладос из портала. Ну, не совсем, конечно, но есть что-то, да. Так. Выключим пока. Возвращаем на место, пробуем эффекты. Автопич 1. Автопич 1. Раз, два, три. Раз, два, три. Не очень интересно. Добавим еще робота. А так. Так лучше, может быть. Тоже не очень. Не нравится мне этот Автопич 1, в общем-то. Автопич 2. Вот. Это уже поинтереснее. Интереснее. Выходим обычный. Без робота. С роботом. Мегафон. Мегафон. Мы говорим через мегафон. 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 Вот так-то лучше. Так мне нравится. А может вот так? Вот так? Вот так? Радио, в котором ничего не слышно. Но, может быть, можно попробовать сделать вот так. Так будет слышно чуть-чуть лучше. Может быть, голос должен быть вот таким. У него будет слышно еще лучше. Все равно так смеется. Радио на мозге. Тут тоже так себе. Ну, а теперь одна из тоже весьма интересных фишек. Это эффект повторения. Смотрим. Да, я поставлю эффект на максимум. Оставлю немного ревердирации. Тон голоса не меняем. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Ква. Вау. 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 Да, в общем, в этом что-то есть. С этим можно поиграться. Поскольку, да, на этот эффект распространяется робовость. То есть, поскольку он у нас находится в секции с крутилками эффектов, мы можем на него повесить эффекты пищ, формант, робот. И попробовать еще раз. Робот. И этот робот не очень. А в общем-то, почти и все, что может это устройство. Но я считаю, что хотя бы ради робовойса, который вы можете понастраивать, еще раз послушаем. Робот. Нормально, по-моему, да? Очень хороший, удался мне вот этот ругачий мегафон. Дерьмо собачье, мать вашу. Очень хорош этот робот. Робот. Ну, сатана, сатана, он просто лучший. Нет, подождите. Еще раз. Как-то так. Остается сказать последнее о нем, что это, так сказать, из важных советов. Устройство комплектуется сетевым адаптером. Оно может работать как от USB, так и от сетевого адаптера. И когда я запитал его от сетевого адаптера, вот торчит его шнур, у меня стало гораздо меньше типичных для компьютерной звуковой карты шумов, вот этих вот, которые появляются, когда вы колесико крутите и так далее. Плюс это устройство позволяет вам мониторить ваш собственный голос, то есть в отличие от софтверных всяких примочек типа MorphVox или как он там называется, вы в реальном времени будете слышать свой собственный голос безо всяких задержек, безо всяких переключений с одного микрофона на другой. И, пожалуй, я вообще не знаю, как это MorphVox использовать, потому что ты либо вообще не слышишь, что там у тебя получился за эффект и не можешь подстроиться, не можешь вжиться в роль, когда не слышишь свой голос, либо он звучит со страшной задержкой, так что ты начинаешь разговаривать так, будто ты уже просто глубочайший пьян, попробуйте как-нибудь помониторить свой голос с задержкой и поговорить. В общем-то вот, а на сегодня, как говорится, все. Спасибо за внимание.